Ну, прежде всего, это отменить ЕГЭ, потому что ты нужен своей стране, какой бы ты ни был. Появилась услуга, а сейчас он ничего не понимает. Мы никогда не получим достойного гражданина нашей страны, если не будем воспитывать в нем личность. Если не будем воспитывать, вот именно воспитание, прежде всего, и образование, тогда он тянется к этому образованию, он понимает, зачем ему это нужно. А сегодня он тупо отвечает, как игру в зверей, угадал, не угадал, угадал, не угадал. Вот у нас было как в советской школе. Мы готовили прежде всего личность. Мы не готовили специалистов, прежде всего личность. А потом, да, специалист в той или иной образе. Но ты можешь быть троечником и даже двоечником, но ты личность. Всегда так нас воспитывали учителя, потому что ты нужен своей стране, какой бы ты ни был. Прежде всего, мужчина как защитник, женщина как та основа, на которой семья держится и так далее. И ты понимал свою миссию в этой стране, миссию понимал. А сейчас ты ничего не понимаешь. Появилась услуга. Не образование, а услуга. Она переведена в категорию услуги. И дошли до того, что такими важнейшими вещами начинают заниматься люди, которые вообще не имеют никакого отношения. Вспомните, еще недавно была дискуссия, нужно ли нам вообще школы. Может быть, мы перейдем на цифровое образование, компьютеры, там будут сидеть дома и будут обучать. Больше того, я никак не могу поймать понять, почему наше министерство образования, точнее, теперь просвещение называется, ну все, поменялись название, сейчас все будет хорошо. До сих пор нет учебника, единого учебника истории, о котором говорит президент, неоднократно уже об этом говорил, что там абзац посвящен Сталинградской битве, понимаете. Ну, мы сейчас о чем вообще говорим? Я не до сих пор, я депутатский запрос писал по этому поводу. Мне объясняют, что мы разрабатываем там и тогда, я вас спрашиваю, когда будет? Давно должен быть разработан. А вот так вот ходят, как ужи там. Они специально это все делают. Вы же вздумайтесь в это, ну, а как? Ну, есть у нас учителя, вот правда, заслуженные учителя России есть, которые объясняют, что Гитлер и Сталин одно и то же, еще неизвестно, кто хуже. Я смотришь на это и думаешь, ну, я в какой стране живу вообще? У нас, понимаете, в некоторых учебных заведениях 22 июня праздновали как траурный день, но с какой точки зрения, что давайте вспомним бедных фашистов, которые сюда пришли, помимо своей воли, потому что их сюда пригнал, значит, это вот правительство Германии. Даже в самой Германии такого не может быть. Вон Ангела Меркель приехала, возложила цветы к могиле неизвестного солдата, а потом поехала в Киев. Зелезовский говорит, поехали, так сказать, возложать цветы к небесной сотне Евромальдановской. Она говорит, не-не-не, минуточку, вот память неизвестного солдата на Площадь Славы, туда я поеду. И поехала, и там возложила. В Германии! Канцлер! А у нас своих закатывают во свадьбе. Ну, что мы говорим? Какое образование? Раньше, понимаете, был рабовладельческий строй, который количество небольшое тех, кто владел рабами, потом, значит, не получилось, стал дальше там капитализм, ну и так далее. Мы развивались, потому что элита определенная должна владеть всеми остальными. Вот сегодня ситуация очень простая. Если ты не способен за своего ребенка оплатить высококлассное, причем очень дорогое образование дать, если ты не способен, так сказать, его там обучить этому делу, то ты получишь минимум формирования определенной прослойки в обществе, которая способна там как бы вот обучать своих там детей. Все остальные не нужны государству. Они должны быть просто, ну, если хотите, там, если не рабами, то, ну, близко к этому. Они должны выполнять то, что им говорят. Но прежде всего это отменить ЕГЭ, это абсолютно точно. И в конечном итоге, конечно, нам нужно сформировать единые стандарты, по которым должны обучаться. Не так, что историю можно и с этой стороны рассматривать, и с этой стороны, и с этой, и все остальное так же. То есть, определенные базовые знания должны быть. С людьми надо беседовать. Вот понимаете, ну, вот, например, я же предлагал ввести начальную военную подготовку. Даже законопроект такой был. Его правительство, естественно, отклонило. Аж там бедное министерство образования, тогда еще министерство образования, въезжало там со страж сил. А что такое начальная военная подготовка? Это же ведь прививка патриотизма. Почему они так боятся этого? Это милитаризация общества. Да, и что? А что тут такого?